Здравствуйте вам всем, дорогие наши друзья! С вами Олег Зубугорский и моя замечательная Зубугорская семья. Сегодня 23 марта, и в этот день родилась наша мисс Анюта, родилась наша мамочка. Родился человек, который изменил мою жизнь и подарил мне замечательных детей, Павлушу и Машеньку. Мисс Анюта, мы поздравляем тебя с днем рождения, желаем, чтобы ты всегда развивалась, никогда не останавливалась на достигнутом. Мы очень тебя любим и хотим, чтобы ты была рядом с нами искренне счастлива. Мы будем стараться, мы будем стараться всегда обращать на тебя внимание. И хочу подметить, что когда мы интересуемся твоим состоянием здоровья или как, что у тебя, чего, мы это делаем не для того, чтобы отметить определенную какую-то галочку, а именно потому, что мы переживаем всегда за тебя. И ты всегда, всегда, всегда в нашем сердце. Я тебя очень люблю, мисс Анюта, подойди, пожалуйста, мы хотим тебя поздравить. Спасибо. Любимая. Спасибо. С днем рождения. Спасибо большое. Мы сейчас... Подойди к нам. Мы сейчас отправляемся в этот ресторан, калифорнийская пиццерия, и продолжим маленький наш скромный праздник, дождение Мисс Анюты в этом ресторанчике. Погнали. Очень было приятно. Сейчас нас посадили за этот замечательный, уютный стол в этом ресторане. Девушка американка. Она услышала, что мы говорим по-русски, и она говорит, вы говорите по-русски? Мы говорим, мы очень говорили хорошо. Она говорит, я американка, я родилась здесь в Америке, но говорю по-русски я... Мы сделали ей комплименты, она настолько чистая, без акцента. Да, Дженнифер. А сейчас мы будем делать выбор. Выбор, что мы будем кушать. Я хочу пиццу. Маша хочет пиццу с колбасой. А он хотел картошку. Картошка фри. В общем, сегодня много полезной. И гамбургер. Еще с сыром гамбургер, а мне еще котлеток поможет. Вот знаете, вот почему люди в Новый год наедаются и едят неполезную еду, да? И вот какой-то праздник должен обязательно ассоциироваться с какой-нибудь неполезной едой. Наверное, потому что устали есть одно и то же. Хорошую, вкусную, здоровую пищу. Так что закажем сегодня много всего того, чего мы обычно не едим. Возьмем и пиццу, возьмем и картошку фри, и возьмем гамбургеры. Мам, я хочу тебе поздравить с днем на день, чтобы ты была счастлива, чтобы у тебя была в лице улыбка, чтобы ты сильно улыбалась и нами сильно-прессильно обнималась. Я и папу, и Пашу, и меня любила. Мам, я хочу тебе поздравить. Папирони, томаты и моцареллы. Вот. Папирони можно взять. Какой папирон? Я не пиццу, я хочу пиццу колбасой. С колбасой она, колбасой. Знаете, я хочу сказать всем большое спасибо за поздравления. Мне, я сегодня все утро, можно сказать, разгребала почту, все свои сообщения в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Я надеюсь, я никого не забыла. Так что еще раз здесь повторюсь, всем огромное спасибо. Также, наверное, хочу поздравить свою мамочку с моим днем рождения, потому что это ее праздник тоже, мамочка, я тебя очень люблю. Также спасибо моим любимым, которые организовали мне такой классный день рождения. Зоечка, спасибо тебе большое. Он там за кадром улыбается. Я тебя очень люблю. Хочу тебе рассказать, как у нас сегодня с утра начался день. Мы с Машей утром рано проснулись, раньше всех, и поехали по делам. Во-первых, сначала мы съездили по моим делам, потом мы ездили, смотрели подарки для тебя на твой день рождения. Но не менее, не менее такое важное и сложное дело, это был выбор цветов. Мы приехали в цветочный магазин, и их столько много. Разнообразные розы, хризантемы, лилии, шмилии, все что угодно. Но мы заметили, что не все такие были свежие. Имея опыт выбора цветов, я выбрал именно эти розы, потому что у них все сами вот эти вот лепесточки, все родные, нету оторванных. То есть они простоят долго. Мы заехали с Машей в Старбакс, взяли кашу. Она себя почувствовала какой-то такой вот отдельно вырватой из семьи, потому что она целый день, пол-пол дня провела с папой. Она себя так почувствовала, когда мы болели, потому что она время пролетела, и она напиховала с папой, да? Да? Да. Ну, в общем, мы сегодня, да, мы провели очень много времени вместе. Вот. И, Маш, спасибо тебе за компанию сегодняшнюю. Эй, сильней. Мама, молчатки. Маша сейчас не все зубы, она, так скажем, постоянно сейчас встречается с феей, которая забирает у нее периодически зубы. Вот. И мы ждем пополнения. Молочные зубики меняются. Пить его хлеб. Смотри, сиди за стол. Мама, молчатки. Папа. Да, я видел. Я видел, там огонь, там печка с огнем. Аннушка рада. И для нее это был сюрприз, потому что она еще не знала, как мы будем отмечать, где мы будем отмечать в этом. Сюрприз удался. Сюрприз удался. Сюрприз удался. Ледовый. Сюрприз удался. 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 И этот сок за маму в этот день рождения, который для нее очень знаменательный, это 25 лет. Ну она, она ждала этого срока четвертой. Анешка, мы с тобой вместе и уже в этом году будет 8 лет. 8 лет я ценю каждый день и буду ценить, потому что я прекрасно представляю и понимаю, что то, что ты дала мне, это предначертано судьбой, как бы это не звучало с высока. Я очень ценю и буду ценить каждый день и благодарю тебя, благодарю Вселенную за то, что ты со мной и что она нас тогда воссоединила. Я каждый день, каждый Божий день, когда я просыпаюсь, я смотрю на тебя и улыбаюсь, я улыбаюсь и радуюсь, потому что осознаю, что мы вместе и вспоминаю постоянно день, когда мы встретились. Поэтому спасибо твоей маме за то, что тебя родила, воспитала. Бабушке, бабушке спасибо. С днём рождения, с днём рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смотрите, какую нам коробочку принесли для пиццы. Такая малышка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо большое, что меня устроили такой классный день рождения, с такими красивыми цветочками. Я всех очень-очень люблю и армам. Может, у тебя трубочка сломалась, а у меня нет. Редактор субтитров А.Егорова Восток. Это мы очень любили в Москве кушать, и мы решили сделать. И Санитушка сделала такой тортик. Внутри, между прочим, чернослив и грецкие орейки. Ну, разрезик прямо как положено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова